всех приветствую на канале михова в этом видео я немножко рассуждаю расскажу покажу что нас ждет следующем патче который скорее всего будет ближе к зиме кто-то из локализаторов дистанет фтери сказал что патч будет ли не раньше декабря то ли и раньше нового года но в общем торопиться нам некуда ответственно просто там как большинство хотят я побыстрее сейчас сделаю в 4 куплю там потрачу деньги да потом нет не будет денег на заточку на я накоплю зачем это нужно я не понимаю если вы все равно допустим особенно многие не не в хорошей пачке которая может пройти но постепенно проходите шпили нормально получаете шмот ну в любом случае вот я передо мной сейчас патчноуты какие у нас на сто процентов будут я не знаю то есть ну допустим давайте предположим что добавится несколько данжей во первых я расскажу про все точно я могу сказать только про один валтов капрема как он здесь у нас будет называться я не знаю он находится вот здесь и если это простая версия то это довольно легко то есть это такой дальше который был который был еще со старта терры европе или на америке то есть 45 лет назад я его проходил он довольно простой и даже рандомной пачкой несколько некоторого раза можно будет пройти спокойно то есть какие-то моменты понять краб очень будет сложный ну и убирали с ночи босса на самом деле против то есть вот они все абсолютно босса они довольно противный одни из самых противных босса как только есть вот так же добавят нет несколько так добавить еще данж на пять человек нормовой хардовую версию ну типа крейсера да то есть именно следующая версия да то есть крейсер и между что на на 5 человека также вернут рейдовый данж на 10 человек норму и хардовую версию но это вроде как где там жуки были я уже не помню как называется также добавит новую кипровку это тир 7 то есть то что у нас есть это тир 6 станет тир 7 что соответственно будет можно будет получить окулус следующий за глубинный храм который чуть получше как мы видим на 2000 приличная атака за очки беликарио можно будет купить пвп тир 6 который по атаке примерно равен то есть если вы не можете делать пвп шный тир 6 или тир 7 то есть в м4 м5 то вы спокойно можете купить за очки беликарио мы вообще не париться на самом деле потому что постепенно работать над следующим шмотом здесь есть хорошие бонусы пвп атаки там броня и так далее то есть все идет на уровне вот ночь похоже также остались соответственно здесь вы можете еще какие-то ресурсы купить для крафта могут пригодиться за очки душеглобов за 100000 можно будет купить этот не овен это дорого и принципе если вы накопите на всех персонажей аккаунте нам не 4 на 5 это не проблема также можно кристалла будет теперь приобретать за очки то есть конец их можно будет тратить 20000 это не так много кстати максимальный предел очкам теперь оставляет 160 тысяч что очень очень неплохо видите здесь можно 160 тысяч в неделю сделать весь максимум набить то есть теперь намного чаще будут ходить на арены потому что раньше как но я допустим пришел 40 тысяч набил мы как-то уже особо делать нечего вот а сейчас можно реально поступать 160 тысяч набивать получается за неделю можно сделать хотя бы один не а вид на одного персонажа и много не вид на нескольких персонажах если вы уж прям так набиваете задротится но это тяжело понятное дело там проявит основное правда добавился еще данжик еще одна это едина душ губы не берега рим но в любом случае потом увидим так что еще у нас ну конечно и в м5 добавил шмот у нас в м4 это вот топовые которые видео здесь написано blacksmith hammer strike это соответственно вот этот удар молота кузнеца когда он встанет и еще поджигает немножко вот это в м4 это называется в м то есть лесновидцы до прогрессии дальнейшем так называют и соответственно это вот следующий 7 а как видите здесь 8 877 и 8 скорости атаки здесь у нас 8 200 точно 600 атаки меньше и 4 скорости атаки то есть принципе разницы почти нету но чуть-чуть получше но реально разницы нету вот и в сетовых бонусах вместо 66 силы дают 77 силы и выносливость чуть побольше многие уже не на америке здесь спорят стоит ли собирать но если у вас плюс 15 шмотка уже в м4 я вообще не советую вам собирать вы просто потратите кучу мастер ворка у к детства и просто никуда поэтому я вам советую собрать сейчас в м4 заточить его на плюс там 15 и спокойно ждать патча когда выйдет 70 уровень а ну конечно да это почти 65 уровне поэтому даже но не знаю насколько можно повышать шмотки до атаку но это 65 уровень поэтому все равно нас намного она не повысится как помните после 60 65 разница довольно большая уже было вот но здесь соответственно разница почти не будет также смотрим по сетам добавили так хардмод сложные крейсер останется но уменьшили количество хп то есть все ачивки вы сможете сделать сейчас не обязательно это делать вы всегда можете пройти или blade возможно упростили шпиль тоже скорее всего можно будет пройти но если вы допустим захотите добавили что-то ночью кучу кучу разных изменений спайр вот когда споры не помню английская не суть дальше добавили шмотки посмотрим это первое у лимонад этой в м это соответственно вот этот шмот окулус следующий на 3 называем в ров gear это пве шмот это сейчас мы его найдем быть у тебя нет это вот этот шизма шизма это типа тир 7 шмот который добывается ахер от инферно это рейдовый данж с хардового мода а бров в ров gear короче как там правильно переводится я не знаю это слово меняюсь это шмот который мастер варкается и дропается с простого хероном ферма то есть рейдовый данж на 10 человек из вашего мото пвешного который вы сможете дроп также пве шмот в м 5 который крафтится с помощью квестов так как же интересно называется этот предмет я бы посмотрел силы ну в общем давайте пока а вот крестует я здесь найду а вот мы видим в пве соответственно шмот а на него нужно инферно металл это дропается с данжей я узнавал мне один вот видите стоит чарча помогла спасибо и также инферно в общем все эти предметы как всегда дропаются данжи из различных дальнейшем узнаем какие что по атаке 8 877 нынешний соответственно отец тогда сразу привет еще юхо гри так интересно ну и вот этот да там 8 800 то есть 700 атаки разница здесь 8 100 тут как мы видим оружие то есть не делится на быстрое мощное и критовое плюс 1 100 троллится и весь оружие изначально делится и так саты не ролится в принципе для приста в м4 точно то есть если вы мистик приз танк вам сто процентов надо делать в м4 вообще не задумываться в м5 не для вас ну хотя может быть там есть вариант у приста например что он там быстрое оружие но я не уверен в любом случае разницы практически вы не ощутите то есть у вас дополнительной статы вам даже не надо задуматься в м5 если вы дд можете задуматься потому что действительно очень хорошие вот эти я смотрю диск атака два стата на атаку плюс я могу вытащить еще например по разъяренным плюс я могу вытащить снизу по разъяренным и там силу спину просто атаку и там силу крита и соответственно не просто нереальное будет количество атаки там всяким инженером например это круто но если у вас уже плюс 15 пушку просто тратите деньги потому что абсолютно все даже говорят проходит в м4 тратить просто чтобы у вас было не знаю там у у меня в м5 у тебя в м4 но это блин что еще добавить во первых добавит бежу может быть я где-то здесь найду может быть у кого-то давай ты ты точно должен бежу биг вот она вот видите здесь скрит фактор 18 увеличивает крит еще крит фактор снизу то есть можно увеличить ну соответственно есть наклея есть кольцо вы здесь соответственно еще крит то есть можно крит разгонять очень очень хорошо еще больше чем раньше ну и силу соответственно скорее всего можно разгонять я не видел силового оружия в основном только крит плюсы частоты роли свете и крит и power но здесь какие-то слабые пом 6 и 4 и 3 максимум можно заролить на америке дропаются несовершенные свитки печати ним или как-то называются для бежи а у нас нет у нас они дропы столько всяких сундуков в общем за донат поэтому я бы вам советовал если есть возможность по дешевке скупить и на начать скупать потому что они в дальнейшем цене еще подрастут чем сейчас и сейчас они нужны только для пояса для брошки ну а в дальнейшем они будут нужны еще для бижутерии то есть представляете на каждое кольцо то есть уже роли тьму либо соответственно выбивать по новой что немногих обрадует на самом деле впать то есть если бежа есть в общем такое себе удовольствие брать людей которые роли по новую мастер ворке что еще можно такого сказать во первых мастер ворке здесь они стоят недорого здесь побольше донат поэтому не надо сравнивать цены эти тир 6 здесь стоит всего 5 у нас 10 соответственно они поменяются под конец патча обязательно продавайте весь свой тир 6 л кгс и вы как минимум немножко наварить обязательно мастер ворке скупайте потому что они перед после патча поднимутся и самое главное самое главное это энчанты энчанты вот такую штуку на гравировку ну вы сами посмотрите цена то есть вот вот просто посмотрите это минимальная цена на огонь титана это но это просто какой-то бред серьезно то есть а может быть тут есть еще просто титан вот на это 97 то есть у нас 10 здесь 97 я не знаю может быть вообще не не тропаются в любом случае я пошел скупать потому что даже если в дальнейшем чуть позже намного подорожает но все равно это ну в 300 поймите у нас сейчас там не знаю 60 50 30 до там стоило 300 это просто это шесть раз нереальные стоны в любом случае это уже остается на ваше усмотрение что вы будете делать еще раз повторяю что перед патчем постарайтесь накопить максимальное количество очков на всех персонажах но это вам как всегда поможет немножечко покупать ресурсов в общем все равно и тратить нет особенно душегубов можете даже только их копить на самом деле далекарем такой себе также несовершенны свитки печати начал использоваться в беже также в м4 оставляйте в м5 можете забыть потому что если вы новый игрок или новый персонаж в м5 вам легко будет собрать потому что он будет дропаться с рейдовых данжо рейдовых данжо много проще пройти можно даже послакать там за вас все сделают а соответственно в м4 он будет уже не очень актуален это понятное дело а ну и да и конечно фит стоки то есть стоки седьмые будут очень очень прилично стоит поэтому таким курсом они опыта давайте мы посмотрим так 6 по часам до 6 так 6 стоит уже 26 так почему я не могу почему-то я это ну ладно неважно окей чё вот 6 стоит 26 голды чё чем высохнуть дороже выставил давайте посмотрим так 5 стоит 25 юнит 6 это один ну в принципе да то есть как бы цена поднимается просто особо не стоит видите всего по 6 заморачиваться здесь не стоит там что-то казалось так дорого продавали но в любом случае задержал поэтому первую очередь вот эти заточки они не поднимутся в цене уровне то есть также останется 3 это максимальная ну и соответственно третью большинство делают соответственно эти штуки скупать 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 спасибо что смотрели надеюсь информация была полезна если вы хотели под видео я дам ссылку на почту на америке английском если ну перевести там не сложно на самом деле даже утра стоит закинете там же есть изменения по куче классов очень много добавить изменений например наконец-то будет этот 40 улучшен просто просто 40 не знают только изменений сколько у всех остальных там крит поднимут на 12 вместо 38 50 проницательность уменьшит или увеличит пвп защиту редюсит ну типа уменьшит пвп защиту увеличит ну короче куча всего я по 40 потом отдельно сделала после этого я конечно буду сделать второй гайд потому что сейчас он особо не имеет смысла на 65 не очень они клёвые а в дальнейшем и сделаю в любом случае спасибо еще раз что смотрели подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока и смотреть другие видео по тэре